Здравствуйте, уважаемая Евгения! Я работаю в известном национальном парке. В свободное время вожу экскурсии. Это моё хобби. Я получаю удовольствие. Езжу регулярно в разные парки Европы с подругами. После замужества всё изменилось. Мужу это неинтересно. С трудом уговариваю на море выехать. Он никогда никуда не ездил, но главная причина – это дорого. На самом деле всё очень бюджетно, а мне необходимо инвестировать в себя. Я молюсь о партнёрше в этом деле, ведь наши отношения напряжены после моих просьб выехать один раз в год. Как на него повлиять? Или ездить самой? У меня есть реальный случай. Как одна девушка, она создаёт туры. То есть она изучает, допустим, Италию. Она изучила берега Италии, города и сама составляет курс, как они будут там ходить. Её муж был против всего этого, потому что это всё дорого. Он не понимал сути всего этого. Но когда она его, я не знаю, каким способом, уговорила, но уговорила как? Она говорит, «Пока я уговаривала, у него были такие качели, то да, то нет. День порадуется, день плачет, что столько денег потратил». Ну, то есть здесь важно пережить этот момент. До того момента, пока он не оказался в этой Италии, не погулял по этим улочкам, не поел эту еду, не посмотрел на эту архитектуру. И в следующий раз ему нелегко было опять давать на это деньги. Он опять с трудом. Но сегодня, когда это уже из года в год, он уже сам втянулся, он понимает, что за это стоит платить. То есть человеку надо вкусить. Человек не понимает, за что платить. Мне нормально на диване сериал смотреть, чипсы есть. Понимаешь? Он куда не выезжал. Конечно. Это знаешь, как люди говорят, «Я бы не хотела жить в Европе до того момента, пока ты туда не слетал. Что там я забыла? Или я бы не хотела там-то быть, там-то быть». Это легко размышлять, пока ты там не был. Поэтому надо, если у вас есть это, это ваша сила, и можно человека вовлечь в это. То изначально вы должны понимать, что будет нелегко, он будет ворчать. Но вы должны понимать, что как только он вкусит, тогда уже, вот тогда уже будет совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok